Отец Алексей Коновалов Духовным и семейным ценностям в культуре современной молодежи была посвящена ежегодная межмуниципальная студенческая научно-практическая конференция. Открыл ее отец Алексей, который акцентировал внимание на том, что духовные ценности являются основой семейных отношений. Пять лет мы с вами собираемся в стенах этого замечательного учебного заведения для того, чтобы поднимать очень острые проблемы нашей современной молодежи, особенно что касается духовных и семейных ценностей. Основа семейных отношений, основа дружеских отношений, конечно, является прежде всего духовной ценностью. Вот уже в пятый раз студенческая конференция проходит на базе Колпашеского социально-промышленного колледжа. Мероприятие предусматривало дистанционный формат выступлений, которым воспользовались участники из других муниципалитетов. Колпашевцы, ученики 4-й школы, кадетского корпуса, студенты КСПК и медицинского колледжа, а также гости из Подгоренского филиала Томского аграрного колледжа выступили очно. Участниками конференции стали представители девяти образовательных учреждений Томской области. Было интересно узнать мнение современной молодежи о духовных и семейных ценностях, о проблемах, которые, по ее мнению, приводят к разногласиям в семьях. Для меня идеальная семья, когда есть гармония в отношениях. Когда человек, то есть мальчик и девочка, условно говоря, прислушиваются друг к другу, ищут компромиссы, не просто там какая-то проблема, все, разбежались, а вместе решают ее уважение, помощь друг другу. Не вот эти вот обязанности, там мальчик, допустим, физическую работу делает, а девочка дома. А когда это все вместе, это и приятнее так. Елизавета Чедегезова и Виолетта Сирук из КСПК, говоря о роли традиций в становлении крепкой и дружной ячейки общества, в качестве конкретных примеров привели праздники и культурно-познавательные встречи, существующие в их семьях, сопроводив и подтвердив свой рассказ снимками из семейных фотоархивов. Вечные семейные ценности – это в первую очередь уважение друг к другу, своим членам семьи. Это, я считаю, самые серьезные духовные ценности семьи. Просто без этого совершенно никуда. Если нет уважения, будет один разлад в семье, значит, не будет и семьи самой. Исследовательские работы оценивало жюри в составе представителей Колпашеской епархии, Кривического музея и редакции газеты Колпашеской. Александр Ярославович – яркий пример правителя, радеющего за свое отечество, а не за свои корыстные цели. Имя Александр означает «защитник людей». Своё имя, князь Александр, оправдал. В этом году исполняется 800 лет со дня рождения русского национального героя Александра Невского, признанного святым. Он был канонизирован Русской Православной Церковью. Некоторые участники научно-практической конференции посвятили свои работы известному полководцу. В первую очередь, это духовность. Вообще, как он относится к своему народу, как он относится к своей стране, к своей родине. Это тот человек, Александр Невский, который должен стоять примером для нынешней молодежи. Студентка из КСПК Алина Яковлева справедливо отметила, что современной молодежи полезно было бы брать пример не с голливудских звезд, а с таких людей, как князь Александр. К подготовке выступлений выступавшие подошли очень ответственно. К примеру, Анна Хохалкина из кадетского корпуса по электронной почте пообщалась с настоятелем прихода Александра Невского в селе Александровское. И собрала немало интересных фактов об иконах Святого Русской Православной Церкви. Первые места в очной части пятой научно-практической конференции заняли Сергей Бурцев из кадетского корпуса, а также Ксения Коноплёва и Дарья Александрова из социально-промышленного колледжа. Таким образом мы видим...